Масштабные сборы резервистов под Одессой со всей Украины приехали служившие, в том числе в зоне АТО на базе 28-й механизированной бригады. Они получили экипировку и военную форму, а потом отправились на учения. Подробности узнавала Ольга Голдова. Резервисты со всей Украины приехали в расположение 28-й отдельной механизированной бригады. После распределения на протяжении 30 дней они будут проходить учебную подготовку в центрах Министерства обороны. Автобусы с военными приезжают из разных городов Украины. Ребят под Одессой встретили с музыкой. На базе 28-й бригады бойцы оформляют документы, получают экипировку и военную форму. У нас была обычная зеленая форма, как раньше солдаты ходили. Но это хорошие, бригады хорошие. Носки теплые. У нас были носки судьи. Такого не выдавали. Ну, что я могу сказать? Класс. В обычной жизни они работают охранниками в школе, операторами на автозаправках и строителями. Все прошли воинскую службу. Незалежно от того, где людина проходила службу, або строковую, або по мобилизации, або взагалі колись там офіцерам, прапорщикам, сержантам, солдатам. Незалежно від того, вони приїздять сюди. Многие из них побывали в горячих точках. Большинство резервистов – призывники первых четырех волн мобилизации. Практически у каждого есть опыт ведения боевых действий в зоне АТО. Я служил в артиллерии. Ну, это страшно. У нас ребята погибли тоже. Один застрелился, не выдержал у него. Психика не выдержала. Кровь. Страшно. Приехал. Ну, в первую очередь, в стране творится ужасно. Хотелось бы что-то изменить. Защищать Украину Артем пошел по призыву. В зоне АТО парень был старшим наводчиком артиллерийского орудия. Участвовал в боях на двух позициях. На протяжении месяца под Донецком и около восьми месяцев в станице Луганской. В прошлом году, вернувшись в передовой, решил купить собаку. Теперь с Дэном он неразлучен. Ну, я не знаю, как ее разрешили взять. Но я сказал, что либо я с собакой, либо я возвращаюсь домой. Но они там мучились, мучились. Решили, чтобы я ехал с ним. Илья тоже прошел АТО. В зоне боевых действий на протяжении восьми с половиной месяцев выполнял задачи радиотелефониста. Сначала под Краматорском, потом под Мариуполем. И хоть сам мужчина родом из российского города Петропавловск-Камчатский. Ради своей семьи и двух детей готов защищать Украину. Вы же видите, что творится. Разбомбили все. Они придут и сюда, допустим. Разбомблять. И что будет? Ну, то, чтобы не дошли сюда, надо их натик сюда. А вдруг война завтра? Я не буду ничего знать там. На протяжении двух недель резервисты будут проходить учебную подготовку по своей военной специальности. Навчание предпочитают и индивидуальную, в первую очередь, подготовку. Это будет и тактичная подготовка, и медичная подготовка для надания первой лекарской допомоги. И вогневая подготовка. И стратегическая подготовка. Все виды подготовки будут враховаться. После индивидуальной подготовки каждого бойца закрепят за подразделением. Ну, а следующие две недели ребята будут проходить полномасштабные учения вместе с 28-й бригадой. Во время учебных сборов они смогут заключить контракт с Вооруженными силами Украины. Ольга Голодова, Валентин Мирза, 7 канал.